Доброго времени суток всем! После субботних эпизодов переходим к воскресенью, вторая половина дня, осень, Филадельфия, центр города, исторический центр города, так называемый Старый Город, и таверна, в которой я перед этим отобедал, основана, как вы видите, в 1773 году, но 200 лет спустя отстроена заново, потому что 100 лет до этого снесена была, но все сделано очень похоже на настоящее, было восстановлено здание полностью по оригинальному проекту, по оригинальным технологиям, поэтому потрясающе, ну и безумно вкусная еда, утки, кролики, все дела, колониальная кухня, так называемая, и там недалеко сейчас, кстати, был кинотеатрик, такой, сейчас я буду двигаться, будет еще один, это всякие разные независимые фильмы показывают, фестивальное кино, арт-хаус, ну и немножечко мейнстрим, который будет на Оскар претендовать. Это, кстати, вот, я очень люблю этот комплекс жилой, вроде бы как три палки такие, но вот смотрятся они очень удачно на этом месте, ну и как вы видите, осень у нас красивая, вот еще раз эта таверна, сейчас, кстати, буду я идти, и официант, который меня обслуживал, будет курить на заваленке справа, очень забавно, они ряженые там в костюмах, соответствующие им эпохи, вот он сидит, чувак, проверяет телефон и курит. Anyway, слева кинотеатр, один из трех, которые находятся в центре города, одна и та же сеть, Landmark Theatres, Ritz 5, Ritz at the Bores, and Ritz East, это Ritz 5. Осеннее солнышко, мы сегодня только перевели время на час назад, на зимнее обратно. Ну и вот, собственно, здесь ресторанчик еще один. Ну, в этом районе вообще очень много ресторанчиков каких-то, и каких-то культурных заведений и так далее, такой спокойный, пешеходный, ну, не в смысле, что машины не ездят пешеходные, а в смысле, что очень популярный среди туристов, гостей города из самого штата Пенсильвания, американцы. Здесь неподалеку, в одной из частей этого видео будет, вновь я покажу, Independence Hall, где, собственно, была подписана Декларация независимости и так далее, где началась, так сказать, американская государственность. Так вот, очень много туристов приезжает посмотреть на все эти достопримечательности, столь важные для истории этой страны, и школьников сюда привозят и так далее. Поэтому, особенно летом, очень много туристов. Это туристическое такое направление, колокол свободы, люди идут посмотреть, идут посмотреть этот Independence Hall, мимо которого мы поем. Вот, я сейчас иду по улице, которая называется Walnut Street, у нас тут ореховые улицы по орехам, по деревьям и так далее. Справа, да, очень симпатичное здание. Здесь любят фотографироваться на свадьбах, то есть приезжают для фотосессии жених с невестой. В принципе, очень похоже, как у нас, тоже ездят по каким-то памятникам там и так далее. Фотографироваться, вот такая традиция здесь тоже. Здесь есть такие знаковые места в городе, куда молодожены приезжают отсняться. Ну, это садничок такой. Кто-то мне говорил, что Уилла Смита, но я не верю. Что бы ему тут делать было? Вот, здесь смесь зданий очень старинных. Там, это конец 17-го, начало-середина конец 17-го. А также новострой. Новострой, все как бы так, все теснится вместе, потому что, в принципе, эта часть города, она росла органически, то есть здесь никто не планировал, что будет вот так, вот так. Здесь дома только такого периода. Вот это нельзя, то можно. Вот строилось все достаточно свободно. Потом уже, конечно, появились какие-то законы, охраняющие внешний вид определенных районов города. Но изначально город рос естественным образом, поэтому все так эклектичненько здесь у нас. Справа мы сейчас увидим, хотя, в принципе, может лучше сначала то, что слева будет. А вот слева перед нами, после вот этого небольшого скверика, будет первый американский банк. Это реально первый банк этой страны. А справа, это здание музея, которое отстроили за два года. Вот буквально два года назад на этом месте не было ничего, и они только начали рыть котлован. И сейчас уже все отстроено, и, насколько я понимаю, они либо открыли, либо вот-вот уже откроют. Очень быстро построили этот комплекс музейный. Здесь исторический институт исследовательский. Ну и также музей. Это здание первого банка США. И сейчас там музей, насколько я знаю, насколько я помню. Я давно не был во всех этих местах, только хожу мимо. Вот такой вот неоклассицизм. Вроде как. Ля-ля, колонны. Сейчас я подойду к соответствующему знаку, и мы с вами убедимся, что это the first bank of the United States. Кстати, будете смеяться, но там, в принципе, дальше по улице будет second bank of the United States, то бишь, второй банк США. Но это действительно, как я уже говорил, первая столица США. Если кто не видел других моих видео, то еще раз это повторю. Поэтому здесь очень много чего первого, очень много чего главного. Скоро я буду проходить, в том числе, и такой скверик, где похоронен Бен Франклин. То есть, в общем, это сердце страны в историческом смысле. Туристы, как я говорил. Приближаемся мы к улице. Это, насколько я понимаю, Чеснот, если я ничего не путаю. Да, это у нас Чеснот-стрит. В принципе, если вот идти направо, если свернуть на Чеснот сейчас направо, откуда я иду, то буквально через 2-3 квартала будет река и набережная реки Делавер. Ну, да, сейчас не пойдем. Мы пойдем налево. То есть, Уптаун будем двигаться по увеличению номерных улиц. Будем двигаться к вокзалу, с которого я буду езжать домой. Так сказать, на свои дня. Вот это, кстати, такое развлечение. Вы сейчас видите, вот никого нет. Big Red Pedal Tours. Там обычно сидят люди, которые распивают какие-то напитки и крутят педали, и, в общем, сами себя возят по всему городу, повеселятся, и, в общем, так вот им классно, хорошо и замечательно в этой повозке, велоповозке. Ну, здесь, видите, это такой вот район был раньше финансовый. First National Bank. Первый национальный банк справа. Потом еще там Bank Building. Сейчас будет тоже справа. Сейчас там никакие, совершенно не банки, там сейчас музеи, в основном музеи, галереи и учреждения государственные или муниципальные. Ну, вот один из гидов сейчас рассказывает, что туристам тоже в историческом костюме. Вот в этой треуголке. На пирата больше похож, чем на гида, честно говоря. Ну, да ладно. Вот такие у нас типичные Red Brick здания. Их очень много в Филадельфии, в Бостоне. Города, в принципе, одного периода. И поэтому они в историческом центре очень похожи. Очень много таких зданий красного кирпича. Такая Англия, перенесенная на другой континент. Вот такое все в стиле. В принципе, с точки зрения там, я не специалист в архитектуре, я могу просто с точностью вам сказать, из каких стран принесены влияния в изначальную архитектуру этих мест. А вот и я вон, собственно, хе-хе-хе, иду. Так вот, они принесены, естественно, из Голландии, из Германии и из Англии. Вот. Поэтому, собственно, да, очень дует ветер, я забыл шарф. Никогда не забываю шарф, но вот я забыл шарф. Именно вот в этот замечательный день. Ну и выгляжу дерьмо. Что со мной тоже бывает.